Его фамилия звучала совсем недавно с этой сцены. Это человек, который олицетворяет у меня, наверное, силу нашей компании, нашего лидерского совета, человек вообще невозмутимость, и человек фишки, уверенность и стратегия. Да, раньше, когда я только-только пришел в компанию и слушал обучение этого человека, в некоторых словах, может, вы сейчас себя вспомните, я не очень понимал, что он говорит. Ну, к нему надо немножко прислушаться. Но когда я уже вслушался конкретно в посылы, в ту энергию, которую он вкладывает в свои темы, я понял, это человек с масштабным видением этого бизнеса. И сейчас выходят ребята, которые говорят спасибо этому человеку, это очень круто, значит, он делает все для того, чтобы его команда росла. И в целом он как партнер у нас очень сильно реализовывался. И реализовывается сейчас за последний спринт. Этот человек сделал прям прорыв. Сегодня он находится там в топ-3, в топ-5 партнеров постоянно. По общему суммарному доходу сделал больше 500 тысяч долларов. Перепрыгнул эту планку вот в крайние буквально несколько месяцев. И вы уже догадались, о ком я говорю? Да? Да. Партнер компании Global Intellect Service в статусе акционер первого уровня, Виталий Альшеев, Булан УД! Аплодисменты! Так, ну что, всем привет! Да, это я. Ну, начнем с того, что всех хочу поздравить. Вы все молодцы, что вы сегодня приехали. А есть в зале люди, кто сомневался до последнего, что не поеду. Ну, если что-то, то поеду. Но все-таки он оказался здесь. Вот. Сегодня мы будем говорить с вами о принятии решения. Мы будем говорить, почему так сложилось, что ты здесь оказался. Вот. Ну, начнем с того, что... Кстати, еще спасибо отдельно тем, кто не приехал, да? Кто бы все не вместились бы. Вот. Что такое принятие решения? Принятие решения – это... Сегодня мы постараемся с вами за 18 минут научиться выстраивать диалог с самим собой, чтобы у нас изнутри был наружный результат. Ну, например, кто бы хотел в следующий год уже приехать, чтобы половина зала – это была твоя команда. Есть такие люди? Да, помните данный посыл. Нам надо 20 миллионов скачиваний. Поэтому я просто посчитал, что нам нужно просто 20 тысяч компаний, у которых есть просто тысячи клиентов. Простая же математика. Вот. Ну, начнем с того, что принятие решения – это тоже определенный навык, но в нашей жизни он немного размыт. Я думаю, что в зале есть люди, которые также выстраивали для себя какие-то на бумаге. Первый пункт, второй пункт, третий пункт. Проходит полгода, и из трех пунктов то, что он успешно смог сделать – это в Инстаграм залить пару хороших постов. Хотя тренинг проходил. Стать блогером, например. Знакома история? И сегодня многие люди, с кем я общаюсь, у них очень такая картина, что я очень раз ставил такие себе задачи и не достигал их. Знакома ситуация? Сейчас постараемся в этом более подробно погрузиться. Но, знаете, за 18 минут я все не скажу. И у меня есть для вас хорошая новость, что продолжение моей темы, она еще будет на вебинарах. То есть я буду также продолжать после этого мероприятия. У нас будет следующее сильное мероприятие в апреле. Об этом я чуть позже. Итак, погнали. Так, как мы принимаем примерное решение? То есть сначала я хочу закрыть директора первого уровня. Допустим. Так, я примерно знаю, у меня есть куратор, он мне примерно объяснил. Я все это просчитал и начал что делать? Сгенерировал свой лучший вариант. И вот эта вся история, она опирается на что-то. Вот я начал разбираться, что у меня лично, на чем опирается. Например, до этого я работал в крупной тоже американской компании. 7 лет. Это агрессивный маркетинг. Там были продажи. Очень благодарен. Кстати, в этом зале присутствует вице-президент этой компании, Сергей. Где-то на балконе может похлопать. Это очень высокий статус. Поверьте, вице-президент. Вот. В том плане, что такая, знаете, фраза. Виталий, ты знаешь, почему я тебя постоянно так гоняю? Мой куратор говорил. Я говорю, почему? Потому что меня никто не жалел, я тебя тоже не буду жалеть. Вот. Поэтому я не всегда удобный куратор для своих партнеров. Но люди, которые достигают высокий статус, они говорят, Виталий, спасибо за то, что ты мне показал быстрый путь. Поэтому сегодня попробуем вместе сделать. Итак, для того, чтобы у нас что-то получилось, нам надо что-то сначала иметь. Кто пишет, кто блокноты в телефоне даже пишет, те молодцы. Я задам сейчас несколько вопросов, вы не анализируя. Быстренько пишите туда несколько слов. Окей? То есть давайте поехали. Первый вопрос очень довольно простой. Часто в моих решениях мне мешает что? Ну, быстренько пишем. Например, мне мешает мой муж, моя жена, мой куратор. Все. Написали? Дальше. То решение, которое приму сегодня, приведет меня. Вот я сейчас сижу здесь. Хочу за белыми столиками сидеть. Так. Куда хотите прийти? Просто пишите. Третье. Кто я в точке B? Вдруг это исполнится, и я пришел туда, какой ты. В каком ты статусе? На какой машине ездишь? Где ты живешь? Все записали. Это просто такая тренировка для вас. Кому интересны слайды, в конце будет мой инстаграм, я вам отправлю. Это очень интересные вопросы. То есть это самая, знаете, такая разминочка. Ну и последнее. В своих решениях я хотел бы добавить, что иногда мне не хватает в моих решениях. Допустим, смелости. Или я написал миллион долларов, и что-то мне страшно. Это сколько денег? Это же много денег. Окей. И все, что вы написали, это вы и есть. Теперь, следующие 15 минут, постараемся по запчастям разобраться. Я думаю, что кто справится с этим заданием, я вас поздравлю, у вас будет первый навык. И в ближайшие 8 недель, 2 месяца вы уже увидите внешний результат уже. Итак, начнем. Что имеем в точке A? То есть сначала нужно разобраться, где я нахожусь сейчас в моменте. Почему для меня это очень важно? Почему это важно? Потому что и когда вы находите как минимум 3 хорошие причины, почему для меня это важно, то в вашей жизни происходят просто чудеса, просто магия. Я подхожу к тебе и спрашиваю, чем ты занимаешься? Я занимаюсь организацией бизнеса в разных странах. Моя задача за 5 лет выйти на доход миллион долларов в месяц по абонентским деньгам. И мне люди говорят, круто, покажи как, как с тобой начать этот бизнес строить. Давайте посмотрим самый простой пример – фитнес. У нас закончился, помните, да, то есть марафон к Новому году, нужно похудеть. Открывая нового марафона, надо похудеть к лету. Скоро лет. Ну, это в принципе, я даже кроссовки купил. Но сегодня ровно 5 лет, как я собираюсь идти в спортзал. Унакомая история? Окей, и почему для меня это важно? Ну, потому что мы сейчас поедем все в Турцию, а вы не знаете, да. Мы еще куда-то поедем, в Европу, скорее всего, еще раз в Мексику повторим. Представляешь, как это важен для тебя фитнес-центр? Вроде бы простая жизнезадача, но какие за собой эта история еще подтянет? Например, какие события будут, какие решения, какие действия нужны будут. Даже элементарно простое, знаете, вот войти в фитнес-центр, что такое фитнес-центр? Купить абонемент и ходить. Теперь внимание на экран. Вот такие решения она тянет за собой. То есть, грубо говоря, если вы сейчас на те три-четыре вопроса, которые я вам задал, если вы заново перепишите их в полном сознанке, то вы решите первую проблему. То есть, выводы какие простые? Первое, мы должны просчитать все детали. Вообще все. Почему? Потому что в точке А, когда ты начинаешь понимать, где ты находишься, ты начинаешь, ага. Дальше. Что может помешать? Ну, в принципе, последний вопрос очень важен. Почему это важно? Начнем с того, что это первый блок был. Второй блок – это решение. Когда мы принимаем решение, я знаю такую историю, что ты когда-то, знаете, вот такая спортивная злость, ты пришел, что-то написал, утром просыпаешься и смотришь, ты думаешь, кто это? Это я написал? Что я вчера такое курил? Что я такое мог написать? И выбрасываешь. Знакомая история? Поэтому сильные решения принимаете взвешенные, они принимаются обычно в тишине. И честный ответ, честный разговор с самим собой – это уже половина работы. Я очень часто в начале года, в середине года, когда спринты, у нас какие-то мероприятия, то есть я стараюсь, знаете, так, побыть один и просто принять решение по отношению к какой-либо региону, команде, целой стране, в отношении компании, что вообще происходит, называется. То есть останавливаться время от времени. И, знаете, вы доходите до такой точки, когда решение становится просто в вашей жизни необходимостью. Необходимостью того, что, например, давайте я вам покажу некоторые варианты из своей жизни, то, что у меня когда-то было. То есть мне не нравится мой уровень жизни, мне не нравится моя машина, на которую езжу, доходы. Я бы хотел бы самореализоваться, например, в профессии коуча, например, или каких-то их навыков. Я это сам знаю, что мне не хватает. И когда я все это отметил, я начал над этим просто работать. Не, не лицензии продавать, я начал над этим работать. Потому что, когда компания, эта команда приглашает в офис, например, 20 предпринимателей, я могу за 40 минут продать UDS. Ну, хотя бы на 30 долларов называется. И когда вы к точке решения приходите, называется сильное решение. Сильное решение или слабое решение. И каждый из вас сейчас точно скажет, так вот это было сильное решение, это слабое было решение. И давайте посмотрим, например, партнерство с компанией Global Intellect Service. Я с самого начала данной идеи, я, в принципе, изначально показывал, что мы собираемся делать, и до сих пор это транслирую. И я так думаю, что если в этом зале на всю, на весь мир станет больше людей, которые хотят выйти на доход по абонентским деньгам более 1 миллиона долларов в месяц, есть такие желающие просто? Ну, что-то слабовато. Ладно, хорошо, со 100 тысяч долларов начнем в месяц абонентских плат. Больше людей станет. Вот. И когда ты принимаешь решение, обратите внимание, что нужно, существует свод правил. Например, правило в этом бизнесе. В этом бизнесе есть правило. У тебя есть хороший человек, это единственный человек в твоей жизни, который сегодня заинтересован в прямом смысле в твоем результате, в твоем, просто в твоей выгоде. Мне очень выгодно, когда растут директора в моей команде. И я не стесняюсь, когда мой директор закрывается, у меня чек, например, 200 или 300 тысяч рублей. Это нормальные деньги? То есть я поработал с партнером, а если 10 директоров, это сумасшедшие деньги. Но есть слабое решение. Иногда люди находят для меня красивые истории, которые я не покупаю. Я говорю, продолжай, что-то мне говорит, говорит. Я говорю, ты знаешь, ты вот это сочинение для кого придумал? У тебя есть жена? Он говорит, я сиди, жене, ты расскажи. Я говорю, а сейчас садись, и мы с тобой будем сейчас делать бизнес. Он говорит, ты серьезно? Я говорю, да. Когда найдешь смелость, ты придешь ко мне. И второй вариант, если когда тебе еще хуже, чем сейчас будет, приходи все равно ко мне. У меня есть для тебя самое лучшее решение и самый короткий путь. Например, давайте еще раз посмотрим, какие бонусы у нас появляются. Например, у нас очень тяжелый бизнес, кто еще не принял до конца решение. Например, 4 раза в год надо ездить за границу, загранку надо сделать. Каждые полгода менять, потому что уже штампа, места не хватает. Кто готов ездить 4 раза за границу? Это очень тяжело, ребята. Когда ты зарабатываешь, у меня самый высокий чек за одну ночь, 1 миллион 80. Тяжело было, как их потратить надо. Это очень тяжелый бизнес, сразу говорю. Ну и я думаю, в дальнейшей привилегии, если хотите более детально разобраться, какие действия необходимы, мы приглашаем всех на закрытое ВИП-обучение. Завтра в офисе, в московском офисе. Поэтому, если у кого есть желание, то все, пора менять. Потому что, если ты сегодня не сделаешь апгрейд, и тебя там не будет, ты где-то примерно через 2 недели сделаешь все равно апгрейд, потому что у тебя приходят 4 ВИПа, потому что у тебя другое настроение. Ты говоришь, господи, надо было послушать этого парня в белой футболке. Да, надо было его послушать. Но понимаете, то есть есть такие вещи, которые ты не сможешь вернуть, поэтому я думаю, что тебе нужно научиться доверять. Доверять администрации компании, Вячеславу Сергеевичу, своим топ-лидерам, лидерскому совету, своим кураторам, в конце концов, что они говорят, что транслируют. Например, давайте посмотрим, какие быстрые решения и серии. Не просто решения, я хочу быть директором первого уровня. Мы можем с тобой расписать прямо. Первый блок, второй блок, третий блок, четвертый блок, пятый блок. Прямо вот эта серия решений. Все, я принял решение, я туда иду. Почему? Когда у тебя точно определена точка B. Вы знаете, как вы ходите в магазин за хлебом? Вы же не паритесь, что по пути ограбят или сам на голову что-то упадет. Вы же просто пошли, хлеб купили и вернулись. Правильно? То же самое в этом бизнесе есть точка B. Ну, например, вот за белым столеньким взять несколько человек, у которых есть ограничение нашего бизнеса, знаете, да, 50 тысяч долларов в неделю. То есть есть люди, которые… Вот вы сейчас можете просто этот путь повторить. Кто бы хотел бы в этом году за один год, не пять лет тратить, да, а вот за один год это сделать, просто 50 тысяч долларов, как за хлебом сходить. Есть такие? Это уже половина принятого решения. И вселенная всегда будет в течение с этих итогов до следующих итогов ровно 360 дней. И каждый день, когда ты будешь открывать глаза, буду такой вопрос задавать. Ну, давай, вы подтверждаете свое решение? Ты такой, сегодня, да, я готов до 50 тысяч долларов. Вот за один год просто через неделю ты уже как-то на полруки поднимаешь. Через месяц Куратов спрашивает, ты едешь на школу М3? Когда будет статус? Ты такой, ой, точно же, статус. Поэтому у меня к вам просто рекомендация. Давайте попробуем за этот год просто сделать x5 в своих доходах. То есть поработаем для себя, для своих кайфушек, для себя лично, для своей семьи, для своих детей, для своих родных, для своих родителей. Просто сами для себя один год. Как вы думаете, получится? Я думаю, что да. И когда идешь в сильное решение, у тебя будет самоидентификация. Это такой навык, это крутой навык. Кто со мной общался когда-нибудь, ему не всегда комфортно со мной общаться. Почему? Я задаю самые глубокие вопросы, говорю, ты же мужчина. Он говорит, да, там у тебя есть. Потрогай, говорю, если ты мужчина, ты должен. Самоидентификация, самое быстрое. Поэтому для тебя должно быть норма читать новые книги, фильмы, какие-то выводы делать, анализ. Стать немного другим человеком. Ну и слабое решение, конечно, не ведет ни к чему. В 2021 году сразу скажу, что самое глупое занятие, кто в этом зале сидит, последний ряд обычно не сидит. Ну давай, давай, заливай. Это самое глупое занятие, это не принять никакого решения. Почему? Потому что последний пункт, тебя обязательно вернут в эту же ситуацию. Я помню себя. Говорит, Виталий, когда ты закроешь, в конце концов в топы выйдешь. Так оно все, Иван Николаевич, все, пора. Пора. Ну и финалим. Давайте. Первое. Почему для меня это важно? Нужно ответить. Важное решение принимается в тишине. Ну и отличать сильно от слабое. Я всем рекомендую быть в этом году самым сильным. Это очень крутой год. Я вам просто говорю не понаслышке, я точно знаю. Ну и, конечно, за любым решением это серия сильных решений. Так что я всех хотел бы поздравить с этим замечательным днем. То, что вы оказались здесь. Я думаю, в зале есть люди, когда-то мечтали в своей жизни начать что-то новое. И как раз этот день для вас сегодня наступил. Я тебе разрешаю просто сделать сегодня старт. И как раз через год за финалем еще раз на этой сцене. И ты скажешь, да, я это сделал. Я очень буду рад, что я был сегодня кому-то полезен. Ну, у меня еще три минуты. Три минуты. Три минуты. Да. Да, можете подписаться на мой инстаграм, если остались вопросы. Потому что я скоро буду проводить эфир. Это будет не в инстаграме, это будет только для партнеров компании. Это пять уровней осознанности. Это как выстраивать свои личные границы. Ну и что такое сепарация. Пора все-таки отказаться от чего-то, чему-то сказать нет. И чему-то начать говорить да. Ну что, приношу свои благодарности. Своей инкуратором Ивану Наталье Сорокину. Большую благодарность Вячеславу Сергеевичу за классную идею, которая сегодня будет рождаться во всем мире. На этом я финалю желаю всем доброго года. Спасибо. Ой-ой-ой-ой, все-все-все, Виталий, ну это было огонь. Спасибо огромное.